Перед тем, как мы продолжим, я вам расскажу одну небольшую историю. Жил-был один художник-аниматор, который старался для своих подписчиков рисовать анимации как можно чаще и делать их как можно круче. Но он сильно грустил и расстраивался, когда его истории набирали очень мало лайков. Давайте не дадим аниматору грустить и поддержим его лайком под этим видео уже сейчас. Полина Корбова и двое ее детей, Константин и Ева, лежали на диване и смотрели мультфильмы. Обычно мама не разрешала своим детям ложиться так поздно, но сегодня ее муж уехал в командировку почти на месяц, и она не хотела оставаться вечером одна. Происходящее на экране женщину не увлекало, и она, глядя в телевизор, строила планы на предстоящий день. Неожиданно на кухне раздался какой-то грох. Вся семья вскочила с дивана. Как любая мать, Полина спрятала детей из-за себя, и все трое медленно пошли на кухню. Первым делом они увидели, что холодильник открыт, а на полу валяется стул. «Бегите в свою комнату, закройтесь там и не выходите», — скомандовала мать. Сама взяла скалку из шкафа и пошла изучать кухню. Но кроме открытого холодильника и валяющегося стула, ничего не обнаружила. Полина пробежалась взглядом по полкам. Все продукты были на месте, пропал только сыр. «Кто бы это мог быть?» — подумала мать, закрывая холодильник. «Наверное, еноты», — решила она. Еще раз оглядев кухню, Полина щелкнула выключателем и пошла к детям. В это время из-за шкафа тихонечко вышла темная фигура с большими ушами. Таинственный гость аккуратно приоткрыл заднюю дверь и выскользнул из дома. Это был не енот. Утром Полина пила кофе и думала, как бы ей избавиться от енотов. Она знала, если животное однажды забралось в дом, то потом будет делать это постоянно. Женщина решила, что ей нужно будет как следует его наказать. Убивать она не собиралась, а вот испугать хулигана вполне могла бы. Вечером этого же дня, когда дети уже спали, она была готова к визиту ночного вора. Женщина разложила ароматный сыр по всей кухне, а сама с водным пистолетом своего сына спряталась за кухонным островом. Заднюю дверь, через которую животное приходило в дом, Полина преднамеренно оставила открытой. Время шло, но енот не появлялся. Сама того не заметив, женщина уснула. Проснулась она от странного звука. На первый взгляд это походило на писк мыши, но Полина была уверена, что енот такого звука издавать не может. Женщина взяла с пола водный пистолет и тихо поднялась. Посреди кухни около холодильника стояла большая черная фигура, которая грызла сыр и пищала от удовольствия. В полумраке Полина смогла понять, что у этого неизвестного гостя необыкновенно большие уши, и ростом он примерно метр семьдесят. Но кто это был, она не понимала. Женщина осторожно протянула руку к выключателю, зажгла свет и увидела огромную мышь, которая пришла к ней как будто бы из мультика. Встретившись глазами, существо и Полина закричали. Непонятно, кто кого испугался больше. Хозяйка дома стала изо всех сил жать на курок водного пистолета, стреляя струями воды в неизвестное ей существо. Мышь носилась по всей кухне и пищала. В какой-то момент вместо того, чтобы сбежать, она решила обороняться. Полина схватила корзинку с фруктами и стала кидаться ими в женщину. Когда фрукты закончились, она переключилась на банки с сыпучими продуктами. Полина в ответ кидалась столовыми приборами и вдруг нашла в шкафу тяжелую ступку для специй. Со всей силы она кинула ее в противницу. Та присела. А судина, пролетев мимо, выбила окно. Недолго думая, мышь прыгнула в образовавшуюся дыру в стекле. На этот грохот прибежали дети. Их мать запыхавшаяся, перемазанная мукой и вареньем, стояла в центре кухни. В руке у нее была сковорода. Да, Константин и Ева терли сонные глаза и ничего не понимали. Весь следующий день Полина была сонная и нервная. Она никак не могла понять, с кем она столкнулась накануне ночью. Звонок в полицию ситуацию не прояснил. Дежурный посоветовал ей запирать дверь дома лучше и что, скорее всего, это был какой-то бездомный, который хотел есть. Полина решила обойти свой участок и проверить, не прячется ли это существо где-то рядом. Ведь если оно так часто заходит к ним в гости, значит, обитает где-то неподалеку. Женщина проверила кусты роз, заглянула в сарай с садовыми принадлежностями, но никаких следов монстра не обнаружила. В последний момент ее взгляд привлек домик на дереве. Дети давно перестали туда подниматься, потому что выросли. Но женщина решила все-таки туда наведаться. Аккуратно ступая, она поднялась вверх, посмотрела внутрь и вздрогнула. В домике мирно посапывало то самое существо, с которым ночью Полина сражалась. Рядом с мышью валялась упаковка от сыра. Хозяйка дома медленно спустилась вниз, взяла садовый шланг, которым поливает газоны, поднялась опять наверх и нажала клапан. Мощная струя вырвалась прямо на гигантское существо. Мышь вскочила и начала метаться по домику. Единственный выход загораживала Полина со шлангом. Существо пищало и вопило, а потом прыгнуло прямо на женщину. Обе выпали из домика. Шланг отлетел в сторону, и пока Полина приходила в себя, существо, издавая истеричные звуки, убежало в сторону леса. Коробова была с собой очень довольна. Кто бы это ни был, больше в ее дом он не вернется. Вечером, поцеловав детей на ночь, мать отправилась к себе. На всякий случай рядом с кроватью она положила тот самый водяной пистолет сына. Уже засыпая, она вдруг услышала, как из спальни ее детей раздался крик. Полина схватила пистолет и побежала туда. Она распахнула дверь и обомлела. В комнате ее детей со стороны открытого окна стоял гигантский мультяшный кот. Зубы его зловеще блестели в полумраке. Длинные руки извивались и тянулись в сторону детей. Монстр грозно мяукал. Единственным оружием у Полины был водяной пистолет. Она направила его на кота. Но вместо того, чтобы испугаться, он резко вытянул руку в ее сторону, схватил за шею и отбросил в угол. Дети замерли в ужасе, глядя на монстра, конечности которого стали еще длиннее и тянулись к ним. Полина пришла в себя и забралась на кровать к детям, пытаясь закрыть их собой. Неожиданно со стороны открытого окна мелькнула какая-то тень и из-за шторы выскочила та самая мышь. Она встала между матерью с детьми и гигантским котом. Глаза ее налились кровью. Зрачки сузились. Мышь громко запищала, обнажив два ряда мелких зубов. Монстр на мгновение опешил. Молниеносным движением мышь вцепилась в руку кота. Он взвыл и стал мотать конечностью во все стороны, пытаясь отцепить заступницу. Но та не сдавалась. Второй рукой кот схватил ее за шею и стал тянуть. Мышь оторвалась от руки вместе с куском кожи. Кот заорал от боли и со всей силы ударил ее. Заступница пискнула и отмякла. Гигант отбросил ее и снова двинулся в сторону кровати. Зубы стали еще больше. Полина схватила лампу с тумбочки и со всей силы ударила кота по лапе, которую он пытался взять ее сына. Она отбивалась каждый раз, когда кот хотел схватить кого-то из ее детей. Но в конце концов монстр вырвал лампу из ее руки и разбил об стену. Неожиданно откуда-то из темноты выпрыгнула мышь. Она повисла на спине у монстра, вцепившись зубами ему в шею. Кот повалился назад, пытаясь массой своего тела раздавить заступницу. Полина с детьми выскочила из спальни. Своими руками, которые гнулись во все стороны, он смог стащить с себя мышку. Разидув пасть, он попытался откусить ей голову. Но в самый последний момент существо смогло отвернуться. Зубы монстра клацнули и откусили кусок уха. Мышь закричала от боли. Продолжая висеть на вытянутых руках монстра, она раскачалась и со всей силы пнула его в грудь. Гигант упал, разжав лапы. В эту минуту в комнату вбежала Полина. В руках у нее были садовые вилы. Она стала тыкать кота в бок. С одной стороны на монстра наступала мышь, с другой разъяренная мать с вилами. Сделав два шага назад, кот понял, что силы не равны и выпрыгнул в открытое окно. Обессиленная мышь упала на ковер. Всю следующую неделю дети по очереди дежурили в домике на дереве рядом со своей спасительницей. Ева читала ей сказки, а Константин приносил игрушки. Мышь почти все время спала. Просыпаясь только тогда, когда Полина ставила рядом с ней сыр. Однажды к вечеру она настолько поправилась, что даже смогла встать. Полина и вся ее семья были этому очень рады. Чтобы отпраздновать выздоровление, мама заказала для всех гигантскую пиццу 4 сыра. А утром, когда все трое прибежали проверить мышку, то обнаружили, что та пропала. В стакане из-под газировки стоял маленький букетик цветов. Наверное, побежала кого-то еще спасать. Сказала мама и почему-то заплакала. Если тебе понравилась эта история, и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами. Оставайся с нами.